Сирах, глава двадцатая. Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно, и обличаемый наедине предостережется от вреда. Как хорошо обличенному показать раскаяние, ибо он избежит вольного греха, что по желанию евнуха растлить девицу, то производящий суд с натяжкою. Иной молчит и оказывается мудрым, а иной бывает ненавистным за многую болтливость. Иной молчит, потому что не имеет что отвечать, а иной молчит, потому что знает время. Мудрый человек будет молчать до времени, а тщеславный и безрассудный не будет ждать времени. Многоречивый опротивеет, и кто восхищает себя право говорить, будет возненавиден. Бывает успех человеку козлу, а находка в потерю. Есть даяние, которое не будет тебе на пользу, и есть даяние, за которое бывает сугубое воздаяние. Бывает унижение для славы, а иной от унижения поднимает голову. Иной малым покупает многое и заплатит за то в семь раз больше. Мудрый в слове делается любезным. Любезности же глубых останутся напрасными. Даяние безумного не будет тебе на пользу, ибо у него вместо одного много глаз для принятия. Немного даст он, а попрекать будет много, и раскроет уста свои, как глашатый. Ныне он взаём даёт, а завтра потребует назад. Ненавистен такой человек Господу и людям. Глупый говорит, нет у меня друга, и нет благодарности за мои благодеяния. Съедающий хлеб мой льстивый языком, как часто, и сколь многие будут насмехаться над ним. Преткновение от земли лучше, нежели от языка. И так скоро придёт падение злых. Неприятный человек безвременной басни, он всегда будет на устах невешт. Притча из уст глупого отвратительна, ибо он не скажет её в своё время. Иной удержится от греха скудостью, и в этом воздержании он не будет сокрушаться. Иной губит душу свою по робости, и губит её по лицемерию к безумному. Иной из-за стыда даёт обещание другу, и без причины наживает в нём себе врага. Злой порог в человеке ложь, в устах невешт она всегда. Да. Лучший вор, нежели постоянный говорящий ложь. Но оба они наследуют погибель. Поведение лживого человека бесчестно, и позор его всегда с ним. Мудрый в словах возвысит себя, и человек разумный понравится вельможам. Возделывающий землю увеличит свой стог, и угождающий вельможам получит помилование в случае неправды. Угощения и подарки ослепляют глаза мудрых, и как бы узда в устах отвращают обречения. Скрытая мудрость и утаённое сокровище. Какая польза от обоих? Лучший человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость. Субтитры создавал DimaTorzok